Итак, совершилось то, о чем вы мечтали. Казалось бы, сегодня уже можно успокоиться. Вы достигли желаемого. Но нет. Вы достигли желаемого, но желаемого начала. Это только обещание Богу служить в доброй сочи. А показать, блин, вся ваша любовь. Меня зовут Руслан, я являюсь дьяконом Помечной Церкви города Коволя. Вже третий рік поспіль мы смогли принятие участь в конференции. И это уже девята конференция по слову твоему. Слава Богу, что Бог дав такую возможность. И хоть были большие переживания, потому что отсутное было светло, но Бог дав возможность на генераторах, мы могли бы обеспечить всем необходимым, чтобы братам было комфортно. Приблизно было 100-110 братов, которые были на конференции. И наша Помечная Церква могла принять, расположить. Я был ответственным за кухню. Приблизно 35 працівників. Это молодцы, дети. Все, кто хотел бы потрудиться для Бога, они работали. И обеспечили всем необходимым, чтобы брати могли себя тут комфортно чувствовать. Хай Бог благословит всех тех, кто был участником, кто финансово поддерживал, кто молился по домам. И моё желание, если Бог продолжить жизнь, и на следующий год будет 10-та конференция. Я приглашаю всех братьев принять в этом участие. Хай вас Бог всех благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господу закінчилася 9-та конференція по Слову Твоему, 3-та в нашей Помечной Церкви. И как присвитер Церкви Помечной, я щиро вдячний Господу, что саме Господь дозволил нам послужить для Его слави. Конференция за темой по Слову Твоему. Дуже много было от именно основы, которую брати говорили про наше життя и служение в этот последний час. И слава Богу, что Господь был великим подбадьорением, много говорил до нас, для того, чтобы в данный час, который мы имеем сегодня, нелегкий, мы могли послужить Господу. Такое ощущение, как бы приземлился летар. И мы выходим, и перед нами новые возможности. Хай Господь благословить каждому. С Богом, для славы Его благослови каждому. Братья, в непростых условиях мы провели нашу конференцию. И слава Богу, что мы могли собраться в этот военный период времени с разных мест и городов. Есть замечательные мысли, которые мы увозим с этого общения. Мы слышали, что Бог, особенно во время войны, благословляет свою церковь. И последние войны показали, что происходило в служении народа Божия, когда вокруг бушевали громы и взрывы и трагедии. Также мы исследовали, что все чаще будут горные хребты встречаться на нашей дороге, которые мы называем признаками последнего времени. И мы видим, что мы входим в последний период последнего времени. Также мы услышали с вами о кризисах в жизни служителя. И выход из этого кризиса в откровенной, искренней беседе с Господом, что и сделал муж Божий Асав. Там, беседуя с Богом, он нашел и утешение, и ободрение, и прекрасную перспективу для будущего. А пока мы будем славить, хвалить и благодарить Господа, как мы и изучали, что в каждом слове сокрыта своя глубокая истина, поклонение и чуткого взаимоотношения с Богом. Пусть Бог благословит, чтобы тематика конференции, по слову Твоему, сопровождала у нас в неизвестный 2023 год. И если продлится жизнь наша в дальнейшем, приглашаю всех на юбилейную конференцию 10-я, которая будет по счету. Пусть Бог поможет нам проверить свою жизнь, свое хождение, свое домостроительство, чтобы они действительно были по слову Твоему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok